вот такое блюдо я сегодня приготовила из цветной капусты смотрите мой ролик до конца кому понравится ставьте лайки комментируйте всем доброго дня кто зашел ко мне на канал меня зовут валентина сегодня пойдет речь у нас о капусте и капусте не простой такой вот белокочанной как вот видите кочаны растут о капусте цветной сейчас я приоткрою листик это незаменимый удивительный овощ на столе он совсем не похож на капусту у обычной капусты мы едим качану так и листья качана а в этой капусты цветной мы едим соцветия которые не распустились если ее вовремя не убрать появятся цветки а затем и стручки семян семена созревают очень долго капуста нашей средней полосе созревает за 85 90 дней поэтому ее можно спокойно садить в мае и вот в июле в августе наслаждаться вот этими красивыми качанчиками я стараюсь высаживать более ранние сорта и районированная вот там у меня уже вот не вот здесь вот место меня уже освободила здесь меня сидела капуста ранние казадьи реза это вот сорт капуста цветная сноубол это популярный сорт средний ранний формирует урожай уже на 85 день вот головка среднего размера вот масса вот здесь в этой головке где-то больше килограмма такая бугристая поверхность на ней можно высаживать вот эту капусту сноубол без даже безрассадным способом вот как вот я посеяла семечки прямо у грунт и вот она спокойно хорошо вот выросла очень хорошая головка красивая плотная и немножко она не белый цвет а такой кремовый капуста цветная отечественная она более светлая такая белая белый оттенок но она больше килограмма как бы у меня не бывает где-то 700 800 она бела и не тоже такая бугристая поверхность на ней хорошо кушать ее свежем виде можно консервировать тушить капусту рано утром проснешься солнышко только еще только-только начинает и для завтрака мы будем сейчас срезать такую красавицу листья пойдут курочкам нашим вот смотрите как красавица как черветочин прекрасная вот отечественная тоже хорошая головка на завтрак то что нужно будем готовить чтобы защитить нашу капусту от белянки от прочих насекомых садите всегда плотным таким вот рядом бархатцы разновидности их много и низкорослые и высокорослые вот они видите как осы пчелки на них работают запах идет обалденный и капуста я сейчас вот покажу вам какая чистенькая без всяких повреждений у меня вся капустка не повреждена ничем никакая белянка не садится потому что растут вот плотным рядом у меня бархатцы которые издают очень даже такой запах качанчики так что сажайте эту гвоздичку она будет вам помощь эти красота цветы на 500 грамм цветной капусты нам понадобится 3 чайные ложки соли полторы чайные ложки сахара 05 чайные ложки душистого перца 05 чайные ложки имбиря у кого есть два белка зелень какая у вас есть у меня укроп сушеный если у кого свежий еще лучше 2 ложки муки давайте готовить берем нашу капусту разрезаем и вот так крест накрест берем и кладем в эту сеточку очень удобно кипящую воду бросаем соль и сахар кладем нашу капусту и варим ровно 10 минут видите как удобно сеточки в это время делаем мы кляр мы его разбиваем чтобы он не был таким тягучим вот так вот будет достаточно солим по необходимость по вкусу перчим добавляем перемешиваем но не взбиваем добавляем зелень обязательно белок он хорошо потом распределиться и будет хорошо потом распределяться по всему кляру перемешаем если есть у вас укропчик еще лучше у меня пока вот сухой такой так вот сухой сделаем перемешали муку добавляем постепенно перемешиваем сколько займет вот такой вот получился у нас скляр жижи не нужно иначе будет потом растекаться и стекаться соцветия у меня ушло ровно 2 ложки муки капуста наша готова ровно 10 минут с момента закипания мы ее вытаскиваем и отклидываем на дуршлаг капуста наша отварилась и до того вкусно что можно даже и без кляра просто брать как отдельное блюдо кушать до чего оно вкусное сахар и соль придают ей прям нежность и пикантность берем соцветия в такую головку и окунаем прямо в кляр вот так вот и даем немножко съесть чтобы стекло с этой головки на хорошо разогретую сковородку мы кладем масло сливочное растапливаем но на одном масле сливочном будет гореть пригорать поэтому мы соединяем сливочное масло с растительным маслом будет очень вкусно и кладем нашу капусту для обжаривания смотрите какой корочкой становится наша капуста пахнет так приятно какие аппетитные у нас кусочки капусты прям слюнки текут запах изумительные приятные красивые и вкусные наше блюдо из цветной капусты готово смотрите какое оно красивое аппетитное всем приятного аппетита кому понравился мой рецепт ставьте лайки комментируйте я буду всем очень рада и довольна всем пока пока